Честно говоря, я в этом совершенно вам не помощник, потому что я никогда не учился ораторскому мастерству, и как раз, по-моему, по моим выступлениям это достаточно заметно, потому что говорю я не так складно, скажем так, как мне бы хотелось это делать. И я хорошо говорю в диалоге, я хорошо дебатирую, но в формате монолога именно воскресного эфира у меня все не так складно, как мне бы хотелось. Но поверхностный совет такой – читайте больше книг, потому что чем больше книг вы будете читать, не просто приторики, а просто книги, написанные хорошим языком. Они вас обогатят культурно, и половина убедительности, которую вы находите в моих выступлениях или в выступлениях людей, которые производят на вас впечатление, они исходят не из умения говорить, а из богатого культурного багажа, к которому вы обращаетесь, формулируя те или иные реплики, формулируя те или иные тезисы. Русская литература в этом очень хорошо помогает, просто не читайте «Шлак», почитайте там буквально Достоевского, почитайте Библию, кстати, неоднократно советовал на своих эфирах, потому что Библия – это самый важный культурный фон, это база, без которой, независимо от того, верующий вы человек или нет, это будет культурной базой, к которой вы будете постоянно обращаться, к которой вы будете черпать тот язык, на котором говорит вся остальная страна, и с большой вероятностью говорит ваш собеседник. Это вам просто поможет формулировать вещи понятным вашему собеседнику языком. Русская литература, Библия и практика – самое главное. Я никогда не учился, но это вот то, что я считаю, причиной, почему мне все-таки удается внятно выражать свои мысли иногда. Продолжение следует...